Всем привет и добро пожаловать на hi-news.ru! Вы смотрите 93 выпуск нашего проекта «Это интересно!» И сегодня мы будем говорить на тему самых перспективных модульных смартфонов. И начнем, пожалуй, с самого известного и многообещающего проекта модульного смартфона под названием Project ARA от Google и Motorola. Как ожидается, он станет первым коммерческим модульным смартфоном. К его материнской плате можно будет присоединять как основные модули, в частности дисплей, клавиатуру или батарею, так и самые разнообразные второстепенные модули, которые будут выполнять специфические функции в зависимости от предпочтений владельца. Например, пользователь сможет самостоятельно выбрать необходимую ему камеру или же вовсе от нее отказаться, отдав это место под медицинский датчик. Кроме того, модульное устройство смартфона позволит владельцам менять неисправные модули или обновлять их, тем самым обеспечивая более длительный цикл жизни смартфона и потенциально снижая количество электронных отходов. Ожидается, что в продаже модульный смартфон Project Aro появится летом этого года сначала в Пуэрто-Рико. Если этот пробный шар окажется удачным, Google начнет реализацию смартфона по всему миру. При этом, по утверждению калифорнийского гиганта, аппарата Project Aro будут стоить значительно дешевле брендовых смартфонов. Также заслуживает нашего внимания и устройство под названием PhoneBlocks, которое является первым в мире модульным телефоном. Разработчики PhoneBlocks представили свой проект еще в середине 2013 года. Именно они первыми предложили концепцию модульности телефона, которую впоследствии использовали остальные компании. На первых порах PhoneBlocks активно поддерживала Motorola, но затем она решила дать старт собственному проекту смартфона под названием Project Aro. PhoneBlocks обещали представить рабочий прототип модульного смартфона в январе этого года, но затем перенесли это мероприятие на неопределенный срок. Не могли мы обойти стороной и проект Puzzle Phone финской компании Circular Devices. Этот смартфон состоит из трех модулей, имеющих название Spine, Heart и Brain. Spine представляет собой дисплей, динамики, микрофон и основные кнопки управления устройством. Heart – это аккумулятор и дополнительные электронные компоненты, а Brain – это процессор и камера. Стоит отметить, что владельцы Puzzle Phone не будут иметь настолько широкого выбора модулей при компоновке своего телефона, как обладатели смартфона Project Aro. Рабочий прототип Puzzle Phone был представлен на выставке Mobile World Congress в 2015 году в конце февраля. Ожидается, что этот смартфон поступит в продажу до конца года. Также ведет разработку модульного смартфона и китайская корпорация ZTE. В конце 2013 года она официально представила прототип устройства EcoMobilus, который состоит из четырех заменяемых модулей – процессора, дисплея, батареи и камеры. Эти модули крепятся в специальные пазы с помощью магнита и, в случае выхода из строя или морального устаревания, легко поддаются замене. В 2014 году этот концепт модульного телефона получил авторитетную награду в области дизайна Red Dot Design Award. В настоящее время активность ZTE в работе над EcoMobilus сошла на нет, и даже предположительная дата выхода устройства в свет неизвестна. Ну, а на этом все. Предлагайте свои темы для будущих выпусков, подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк, оставайтесь с нами на highnews.ru и помните – знание – сила! Субтитры создавал DimaTorzok